всем привет из солнечной турции вы на канале турецкие баки меня зовут оля и сегодня мы приготовим достаточно простое турецкое блюдо обед так сказать турецкий мы приготовим курицу в томатном соусе с чабурецом и пилам с макарошками все гениальное просто и этот рецепт очень просто итак прежде всего нам понадобятся помидоры чем больше тем лучше у меня тут штук сколько семь наверное разных много надо как раз летний рецепт мы все натираем на крупной терке шкурка не нужна будет больше томатов больше подливки мы эту всю массу солим и перемешиваем отличные помидорчики к сожалению нельзя томатную пасту вот так разводить нужны именно помидорчики потому что не тот вкус будет и курица должна тушиться именно в кислотах которые содержатся в свежих помидорах наша курочка у меня вот тут вот две такие вот грудки курины можно вообще любую курицу взять но самое главное условие чтобы не было никаких пленок и кожи курица должна легко резаться и потом легко ее есть вот это вот грудка сильно толстая сейчас мы ее немножко разрежем я разрезаю их вдоль чтобы они были просто тоньше вот такие слайзы должны получиться понадобится нам хорошая такая сковородочка на нее выливаем чуточку масла ну я буквально две-три столовые ложки выливаю некоторые делают без масла но может поэтому все таки рекомендую маслица чуть-чуть далее все просто просто слегка маслицей там вымачиваем и раскладываем по всей сковородке больше мы эту курицу трогать не будем переворачивать я имею ввиду ничего не будем делать и полностью заливаем ее томатами распределяем так вот равномерненько включаем на большой огонь когда томаты дойдут до кипения переключаем на малый огонь и тушим до готовности куриц под закрытой крышкой конечно же пока курица тушится закипает давайте приготовим пилат как гарнир грамм 30 сливочного масла непременно масло плавится наши томаты закипели переводим на малый огонь пол стаканчика обычной вермишельки обжариваем ее до такого вот золотистого цвета за это время промываем 2 стакана риса стакана у меня напомню по 150 миллилитров рис у меня балдо пилавлик непременно моем все это очень грязно всегда видите вода грязная всегда получается и обычно несколько раз до чистых вот мы не забываем про нашу вермишельку а то она может сгореть видите она становится коричневой это хорошо такая она и должна быть так ну уже некоторая прям совсем подрумянилась сейчас еще чуть-чуть добавляем промытый рис тоже немножко его как бы обжариваем на большом огне запечатываем за это время наливаем 4 стакана таких же воды по 150 миллилитров и добавляем на воду хорошенько перемешиваем чтобы нигде рис не прилип это очень важно водичка желтенькая от масла сливочного именно сейчас друзья мои нужно посолить и попробовать именно эту водичку на вкус она должна быть достаточно соленой вот такой как вам должна быть тогда весь рис получится умеренно соленый как вам нужно соль соль хорошенько перемешиваем попробуем супер запомните вы последний раз сейчас перемешивали теперь накрываем это дело крышкой доводим до кипения как закипит на малый огонь и вообще больше рис не трогаем ждем когда он сварится что с нашей курицы курица кипит за ней тоже иногда посматриваем она должна свариться до готовности стушится но если вдруг мало воды вы должны воды из чайника добавить будете а так вроде все нормально тушится рис закипел просто переводим на малый огонь ни в коем случае не перемешиваем а то будет каша все перевели на малый огонь продолжаем дальше вода должна вся уйти из риса и при этом она не просто уходит она еще перестает шкварчать так что будьте внимательны вода почти выкипела все равно еще булькает рано еще еще не готов рис все равно еще ничего не трогаем курица еще не готова жестковатая когда будет ломаться уже совсем я считаю что много воды сильно я пока что открытой оставлю пусть немножко водичка выкипет итак наш рис смотрите он практически готов но если присушится все еще немножко сковорчит поэтому дадим ему еще минуток 5 максимум так ну почти перестал скворчать рис поэтому я выключаю просто плиту и оставляю его еще минут на 10 и он будет готов абсолютно курица у нас еще пока не готова продолжаем готовить курицу итак наконец переходим к курице смотрите волокна хорошо разделяются у курицы итак то есть полностью и она достаточно мягкая все это значит что она готова небольшое количество соуса должно остаться не совсем как бы без воды мы выключаем плиту и достаем вот такую специю называется кикик на турецком и по нашему чабрец и смотрите по курицу вот так вот потихонечку насыпать прямо сверху сильно не переборчите а то будет горчить ну я еще вот так присыпаю все теперь ничего не перемешиваем накрываем крышкой и тоже оставляем как плов на 10 минут ну и так давайте соберем наше блюдо красивый наш рис как видите где-то кикик стал мокрым так сказать где-то нет аромат дает замечательно у меня немножко развалилось вот такое вот замечательное блюдо афеталсу понравился рецепт непременно подписывайтесь на канал ставьте пальчики вверх и смотрите другие рецепты в плейлисте простая турецкая кухня там я думаю вы найдете много чего интересного для себя а на этом пока все пока пока а